Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзеген пришел следующий вопрос. Как помочь некрещеному родственнику-атеисту? Предполагается некоторое расширение вопроса, но можно только догадываться, как вы хотите ему помочь. Допустим, если вашу родственницу-бабушку надо перевезти через дорогу, то, конечно, не надо спрашивать ее, а веришь ли ты во Христа Господа Бога нашего? А ну перекрестись, давай я авоську подержу и тогда только переведу. Так, ну хорошо, а символ веры прочитаю, то вдруг ты только обряда верная православная, а ты прочитай символ веры, объясни, расскажи, и тогда таки быть я тебе доброе дело сделаю. Хороший такой лайфхак для всех случаев жизни, когда ты вроде бы собираешься помочь, но не хочешь помогать, и начинаешь выискивать оправдания к своему нежеланию. Друзья мои, помните притчу о милосердном самарянине? Кто для нас ближний, тот, кто нуждается в нашей помощи, и не имеет значения, правоверный он христианин, неправоверный, верующий, неверующий, живет богочестиво или хуже всех. Помогай всякому, кто нуждается в твоей помощи. Но могу предположить, что авторы интересуются, как помочь некрещенному родственнику-атеисту спастись. Терпением спасайте души ваши. Это настолько личная, интимная сфера между человеком и Богом, что я даже не знаю, стоит ли нам причинять другим людям спасение. С одной стороны, хочется поделиться радостью о Христе, воскрешем и грядущем спасении, с каждым, кого мы любим, но иногда это приносит только отрицательные плоды. Думайте, что сказать, думайте, как сказать. И поймите, что если для вас життя святых, священное писание, труды отцов являются носителем истины в последней инстанции, то для вашего оппонента нет. Для него нужны другие аргументы, ссылки на другие источники. Для него какой-нибудь известный русский или зарубежный писатель, сценарист, режиссёр, поэт, актёр будет авторитетнее, чем апостол Павел в тысячу раз. Поэтому для того, чтобы с атеистом говорить о вере, надо сначала понять, кому он доверяет. Может быть, философом, славянофилом, западником, зарубежным философом, может быть, психологом, гуманистическим, ещё каким-нибудь. Узнайте точки опоры, в чём-то вы должны быть едины. И уже отталкивайтесь от тех авторитетов, которые для вашего оппонента являются носителями истины в последней инстанции. Живите так, чтобы вас нельзя было упрекнуть в том, что ты, конечно, всё хорошо говоришь, но сам-то так не живёшь или сама так не живёшь. Так что, по-видимому, постулаты вашей веры настолько сложны, что ты, много лет находясь в православии, не имеешь силы их осуществить. Где же ваш бог, который должен укреплять вас? Поэтому, если ты хочешь говорить с голодными о чревоугодии, то ты сам тоже должен быть голоден. Если ты говоришь о нравственности, то ты сам должен как минимум стараться жить благочестиво. Если речь не идёт о том, чтобы словом привести человека к церкви, то, наверное, вы хотели бы спросить, а может быть молитвой можно что-нибудь изменить? С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Нет такой молитвы, сильной молитвы, самой сильной молитвы, с помощью которой можно было неверующего человека превратить верующего щелчком пальцем, одним или тремя земным поклоном. Предполагается просто ваша молитвенная жизнь. Чтение в Салтире. На славах поминайте вашего родственника, который должен быть, с вашей точки зрения, обязательно во церковлённом. Пусть Господь действует обстоятельствами, и пусть эти обстоятельства также будете создавать вы. И это прекрасный английский писатель Клавис Тейлплз-Льюис. Он, с одной стороны, христианин, а с другой стороны, всё-таки великий английский писатель. И для многих людей, которые хотели бы что-то услышать о вере, но уж точно не от тех, кто находится внутри церкви и внутри этой веры, потому что, с их точки зрения, возможны какие-то манипуляции, самодурство, глупость, зашоренность, то для них люди, которые признаны интеллектуалами и лидерами мнений своей эпохи, весьма интересны. Поэтому, если хотите познакомить человека с христианством вне православного христианства, то дайте им почитать что-нибудь из Клавио Льюиса. У него замечательная книга «Просто христианство». В некоторых переводах без слова «просто» – христианство. О любви, о страданиях, есть хроники нарнии для детей, есть фэнтези для подростков. Рекомендую. Давайте её почитать ищущим людям. Ну и сами не забывайте про опыт Блаженного Агустина, чья мать десятки лет молилась о том, чтобы он пришёл к Христу. Чтобы не только был формальным христианином, но и христианином по существу, по сумме дел. И он в своей блистательной книге «Исповедь» писал, что во многом он обязан своему воцерковлению молитвам матери. Поэтому не оставляйте молиться, не оставляйте способов поговорить с человеком о вере на том языке, который понятен ему и живите по вере. Так что вы будете образцом веры во Христа не только словом, но и делом. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok